Почему нельзя понижать градус алкоголя? Многие слышали выражение «пей сколько угодно, только градус не понижай». Но работает ли это? Чтобы разобраться в правдивости этого выражения, придется немного покопаться в том, чем различается алкоголь и каково его действие на организм. Алкогольные напитки отличаются друг от друга крепостью, объемной долей этилового спирта в нем. Ее выражают в градусах, процентах, которые показывают долю спирта в напитке. Так, например, квас содержит от 0,6% до 2,6% алкоголя, а виски – от 50% до 60%. Как действует алкоголь на организм? Попадая в организм, алкоголь разрушается, образуются разные метаболиты, продукты распада этилового спирта, этанола. Один из самых главных – ацетальдегид. Очень токсивный организм, и именно благодаря ему мы чувствуем похмелье с утра, но до срушения он успевает повлиять на многие системы в организме. Так, минимальные дозы алкоголя запускают системы головного мозга. Человек ощущает радость, перестает думать о своих проблемах. Параллельно этанол влияет на центральную нервную систему, снижая чувствительность и расслабляя организм. Соответственно, чем выше концентрация этанола в крови, тем более эффективное расслабление, вплоть до потери сознания. Почему же не стоит понижать градус? Говоря по факту, понижать градус можно. Миф о том, что при понижении градуса человек быстро пьянеет, распространен лишь у нас в Европе и Америке. Об этом мало кто слышал. Не могли же они просто не заметить этого эффекта. По мнению многих исследователей, рекомендуется не смешивать разные типы напитков – вино и водку, ликер и пиво. В рамках одного типа можно смешивать напитки как угодно и пить в каком угодно порядке. Однако в некоторых случаях действительно может вырабатываться устойчивость к алкоголю. Причины этого эффекта до конца не выяснены. Но одна из них – стресс. В организме человека имеются рецепторы, которые противостоят стрессу, возникающему во время распития алкогольных напитков. Если человек выпивает пиво, а потом переходит на вино – более алкогольный напиток, чем пиво, то рецепторы начинают работать интенсивнее и мощнее. Выпитое быстрее выводится, и отравления не происходит. А если кто-то решил начать с водки, этим действием он запускает свои рецепторы на полную мощность. И то, что пьется позднее, не имеет меньший градус, уже не воспринимается и не обезвреживается, потому что рецепторы просто перестают чувствовать любые напитки с меньшим градусом. Как же правильно пить, чтобы на утро чувствовать себя хорошо? Обязательно перед вечеринкой, где планируется употребление спиртного, нужно хотя бы немного поесть. Это необходимо для того, чтобы алкоголь медленнее всасывался в желудке, ведь он уже заполнен едой. Также следует пить не только алкоголь, но и обычную воду или сок, чтобы не наступила интоксикация организма. На утро рекомендуется съесть лимон, так как он помогает быстрее выводить токсичные вещества из организма. Всем известный рассол из-под огурцов помогает не только утолить жажду, но и восполнить запас необходимых минералов и витаминов. А самое главное, во всем нужно знать меру. Длительное и частое употребление алкоголя приводит к микроцефалии. Большие дозы алкоголя вызывают гибель нейронов, нарушаются когнитивные функции, внимание, память, мышление. Также изучено токсическое влияние алкоголя на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Субтитры создавал DimaTorzok